Приветствую вас, Мария, смотря на то, что вы уже выбрали лучший ответ на момент записи этого аудио, я хотел бы сразу ответить вам, потому что мне показалось это достаточно важным. Что это заключается в том, что все ваши предыдущие вопросы были заданы в раздел эзотерика, вот, и только этот вопрос был задан, собственно, в раздел психология, вот. Из чего я делаю вывод, что вы, по-видимому, ошиблись. Разделы стали немножко, немножко не в тот раздел, вот. Ну, в частности, мне кажется, что именно по этой причине у вас такой вот достаточно странный получился текст, отрывистый, вот. И без психологического именно вопроса, без психологического именно вопроса, к сожалению, вот. То есть, тут вот, тут такой вот момент. И мне кажется, на это, ну, как минимум, как минимум, на это стоит обратить ваше внимание, да. На то, на то, что, вот, вы не совсем верно, получается, задали свой вопрос, не совсем правильно его задали, вот. Не совсем корректно, корректно вы его задали. Вот. Это первое. Второе. Я пережила очень много событий в последнее время. В 16 лет я сбежал от отмазчика из-за сильных побоев. Смотрите. А, такие вещи, они никогда не проходят бесследно для человека, вот. То есть, соответственно, для вас такие вещи никогда не проходят, не пройдут бесследно. Это очень сильно влияет на, допустим, самооценку. Это очень сильно влияет на какое-то восприятие себя. Это очень сильно влияет на восприятие людей, вот. Это очень сильно влияет на взаимоотношения с людьми, вот. И мне кажется, что вас это не могло не травмировать, вот, то, что произошло, да. И, соответственно, для поброска, с кем вы были, это не могло пройти бесследно. Что я имею ввиду, что не могло пройти бесследно, то, что вас, там, вот. Применяли насилие, вот, скажем, ну, скажем, скажем так. Вот. Поэтому, мне кажется, ну, мне кажется, что надо бы этот момент раскрыть. Если была некая травматичность, то она эта травматичность может давать о себе знать и до сих пор. Вот, в том или ином отношении, вот. Понимаете? Дальше. Недавно меня нашла моя мама и, оказывается, из-за моей квартиры. Что-то, если честно, не очень понятно, Мария. То есть, вы имеете ввиду, что ваша мама, она нашла вас из-за вашей квартиры, в том смысле, что ей нужна ваша квартира. Я правильно понял? То есть, родная мать, например, написала вам, значит, только из-за того, что ей нужна ваша квартира. Вот. Ну, это, соответственно, в свою очередь, означает, что, ну, что вы своей маме не нужны, не нужны. Вот. Ну, ну, соответственно, это означает. Поэтому, и вредно вас это обрадовало. Скорее всего, вас это заставило почувствовать себя еще более оброченной, еще более ненужной никому, да? Вот. Я думаю, я думаю, так. Самое тяжелое, что было, я безумно любил одного парня и жила на детстве. А, значит, ну, здесь я могу сказать вам только то, что у вас, судя по всему, не было любящих родителей, из-за чего вы недостаточно сильно и полно любите себя. И молодой человек должен был стать, по-вашему, по-вашему, вот, мнению тем, кто как раз-таки дал бы вам все то, чего вам не хватало. И давайте будем честны в том, что не особо вас волновало, может ли он это дать или нет. Давайте будем честны в этом смысле. Самое честность в данном случае нам необходима. Скорее всего, вы его попросту идеализировали. Молодого человека. Вот. А в этом нет ничего криминального, в этом нет ничего страшного, вот, но то, что вы сели надеждами, а надежды, соответственно, не сбились, это, конечно, вас, скорее всего, травмировало. Вот. И вряд ли добавило вам какой-то, какой-то еще большей веры в себя. Вот. Далее вы пишите. Скажите, чем мотивирован такой поступок? Какой поступок? То есть, вы говорите о том, что вы написали до этого предложения или о том, что вы написали после этого предложения? Потому что, не очень, на мой взгляд, это здесь понятно. Я села и написала себе письмо. Я писала так. Не плачь, моя милая девочка, все пройдет, солнышко, будь счастлива, поведу тебя, снова будешь счастлива, будешь смеяться. Так я писала письмо себе, будто от взрослой женщины. Ну, вы, по сути, да, воспользовались техникой идеального родителя, только мне кажется, что здесь достаточно таким тревожным фактом является то, что вы говорите про высшие силы. То есть, вера в высшие силы – это с точки зрения психологии перенос ответственности на других. С себя на других. Вот. К сожалению, ну, к сожалению, к сожалению. Поэтому, вот единственное, что у вас на счет, то есть, что вы высшие сил. Вот. Если бы не было высших сил, если бы вы, вот, просто, сказали бы что-то типа того, что, что будет хорошо, то есть, ты достойна, ты, там, хорошая, ты прекрасная, все у тебя будет здорово. Вот, если бы так сказали, ну, а бросил бы не от такой силы, это с точки зрения, вот, именно с точки зрения психотерапии, это вот, прям, прям беда, если честно. Потому что это перенос ответственности. И предание такой, вот знаете, излишней мистификации, излишней мистификации тому, что с вами происходит. Что касается поступка, то поступок мотивирован желанием проявить любовь, любовь к себе. И подсознательным пониманием, подсознательным чувствованием того, что вы достойны любви, вы достойны всего хорошего, вот. И так далее. То есть, подсознательными, это вот, такая история. Именно, именно, повторюсь, именно, подсознательным. То есть, вы сами, скорее всего этого не осознавали, ну, не осознавали и не осознаёте. Вот. До сих пор. Техники избавления от боли. Техники избавления от боли, как таковых, нет. То есть, можно использовать различные техники, но самостоятельно их использовать, нет никакого смысла. Потому что, особенность, особенность, отличается в помощи человеку в проживании боли, в проживании негатива и так далее. Вот. А здесь, вот, собственно, собственно, то, что вы описываете, да, ну, как бы, об этом речи не идёт. То есть, речь идёт о том, чтобы, ну, чтобы вы обратились за помощью к специалистам. Поэтому любая техника будет очень ограничена по своим возможностям. Вот, там ещё, без специалиста, который бы помогал вам, без человека, который помогал бы вам и давал, например, живую обратную связь, это всё будет лишено своего эффекта. Боль снимается проживанием и нахождением того, что стоит за болью. Соответственно, это определённый процесс и каких-то таких способов, которые бы резко и быстро сняли бы боль, таких способов и средств нет. И хорошо, и хорошо, что нет. Потому что это было бы для человека, это было бы, ну, вообще просто ужасно. Ну, вот. Такой пример можно дать нам ответ с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Я хотел дать вам этот ответ, чтобы вы для себя, чтобы вы для себя увидели, что может быть, что бывает по-другому. Потому что есть ещё другой взгляд на проблемы, помимо эзотерического, вот, и чтобы вы смогли, например, выбрать, что же вам всё-таки, ну, что вам ближе. Ближе ли вам психологический подход или ближе эзотерический, вот. Психологический подход предполагает ответственность человека за, полную ответственность человека за самого себя и раскрытие потенциала, вот. А, соответственно, эзотерика предполагает ограниченную ответственность человека за себя. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если, значит, остались вопросы, выбирайте любого эксперта и начинайте индивидуальное консультирование. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.